Я отвечал, как же просто все хуесосить из Германии, блядь, сколько, как часто я в России, сынок, как часто, я только в прошлом году жил, сука, там все лето, блядь, в этом году, блядь, я буду весь июнь-июнь в России, зачем пиздеть такую хуйню, что мозгов нету, хотя вопрос скорее риторический. Моё поведение вовсе не расходится, у тебя просто мозгов не хватает, некоторые вещи понять. Возможно это изменится с возрастом, возможно нет, в зависимости от того, как ты проведешь свои следующие несколько лет, чем будешь дышать, сынок. И про Рэм Дигу я объяснял. Во-первых, Рэм Дига сам начал, я его никогда не трогал, я даже, блядь, не знал его существований. Он что-то там подпрездывал постоянно, постоянно где-то что-то цеплял, выебывался и так далее. Я объяснял, что если человек считает, что он в состоянии, будучи в инвалидной коляске, выебываться, блядь, 10 кого-то, то он должен быть готов получить это обратно. Это раз и два, виноват в своей беде, только он сам. Если я не ошибаюсь, вышел из окна добровольно, из-за тёлки. Это вот версия, которую знает большинство о его инвалидности. Помимо этого, я неоднократно говорил, что я считаю, что это очень талантливый и очень сильный человек, находясь в инвалидной коляске, вывозить, делать такие вещи и так далее, и так далее. То есть у меня есть уважение к Рэмдиге, абсолютно, и как человеку, и как исполнителю. Но мой ответ он получил заслуженно. Стёп он получил заслуженно, он его выпрашивал. Ко мне сложно доебаться, серьёзно. Это вы, мелкая шушера. Я, блядь, взрослый дядька. Причём тут она пришла на батл или не пришла на батл? Батлись? Тебе что, блядь, нечего больше сказать человеку, как цепляться до его горя? У тебя нету рамок? Если у тебя нету рамок, ты, блядь, ублюдок. Раз ты ублюдок, тебе надо пиздить. Вот тебе мой ответ. Пришла на батл, не пришла на батл. Какая разница? Что я теперь? Раз у него горе в семье, блядь, ей на батл не ходить, потому что иначе могут застебать его горе? Ой, бараны, блядь, ой, бараны вы. Это всё изменится, когда начнут спрашивать, когда начнут гибальники бить. Это прекратится. Люди просто будут стоять, задуматься так. Нет, это я не напишу. Так они скажут, потому что человек, может быть, сам просто не понимает. Этот баран, может быть, просто не понимает, не осознает, что он делает. Потому что ему никто не объяснил. Иначе надо объяснить. И он поймёт, и другие поймут. Нужно что-то делать. Люди должны взаимодействовать друг с другом. Должны помогать друг другу, воспитывать друг друга. Вот если кто-то не понимает, нужно сказать. Если слов не понимает, нужно бить поебальнику. Поймут. Мы отвечаем друг за другом. Мы же вместе живём. Конечно, я сейчас прилечу, блядь, в Питер в июне. Вместо концертов, вместо репетиции, блядь, поеду искать какого-то петуха. Зачем мне нам? У меня бабки есть. Заплачу, пусть наказывают человека. Тут речь не идёт о батлах, сабих. Я не морал фажничаю. Я вам ещё раз говорю, бараны тупые. Тут речь идёт о том, что каждый человек должен иметь какие-то рамки моральные. Это нужно. Значит, человек должен иметь эти рамки. Это то, что нас отличает, сука, от животных, блядь. Не надо трогать этого пухлого долбоёба, я сам разберусь, блядь. Надо будет альбом же попиарить. Приехать в Питер, сходить к джубеле, сходить к букеру. Альбом скоро будет, но надо же пиарить альбом. Оставьте мне их. Они мне пригодятся ещё потом. Для хайпа, для шута. Альбом. 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 Так, ладно, мне на тренировку Ассалам алейкум